Шек-Шуй спрашивает, почему Израиль не начнет открыто помогать Украине на фоне того, что Иран что-то получил от Путина. Это очень длинный вопрос, сложный. Ну, давайте наметим. Шек-Шуй, Шен-Шуй, не знаю. Шек-Шуй написано. А Израиль граничит с Россией на голландских высотах, а российские патрули. Израилю нужно учитывать присутствие России в Сирии. Это фактор Израиля маленькое государство, очень маленькое и очень сильное. Но выживающее за счет, ну, такого хитрого лавирования. Часть этого мира, окружения Израиля, значит, поддерживает с ним отношения нормальные. Часть ненавидит и, как Иран, говорит о необходимости уничтожения Израиль в тяжелейшем положении. И, ну, можно порассуждать о том, что Украина в организации обмененных наций не очень поддерживает Израиль. Это правда. Вот, но Израиль продвигает демократические принципы на Ближнем Востоке. Это, ну, единственное такое, без сомнения, демократическое государство. Его надо поддерживать всеми возможными способами. Украина этого не делает. Украина сегодня заботится о собственной безопасности. Ну, вот, требовать от Израиля в ущерб собственной безопасности начать помогать Украине – это безответственность. И то, что иногда такие предложения, призывы раздаются, ну, это признак непонимания, что ли, ситуации. Или призыв к Израилю пожертвовать собой ради достижения, ну, вот, безусловно, позитивных целей Украины. А с другой стороны, надо честно сказать, что Путин создает некоторый стиль отношений, в условиях которых Иран продолжает свою агрессивную политику, свои заявления, ну, просто готовится к ядерной войне с Израилем. И победа над Путиным или исключение этого фактора, дестабилизирующего, оно приведет к решению многих вопросов. Но мне кажется, Израиль в этом смысле участвует в процессе дипломатическом, не напрямую, не поставками, там, открытыми поставками оружия. Вот, но в процессе участвует.